Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандус и Фиксавич, как ваше ничего, у меня вот неплохо, завтра мне исполняется 33, в честь этого съем мороженку, традиционный стримчанский, естественно, будет на моем твич канале, поэтому приходите, ссылка в описании, не знаю, когда этот ролик выйдет, либо уже в тот день, когда у меня днюха, либо за день до этого, короче, у меня первое число днюха, 33 года, кучу поинтов с донатем, будем охотиться за карточками нового промо, как идеально все сходится, А сегодня я вам расскажу про то, как я потратил 40 часов своего времени на эволюции в этой прекрасной игре, ну, если быть точнее, 43 часа, как вы знаете, каждый год у меня есть несколько аккаунтов в этой игре, где-то я играю какими-то метовыми составами, где-то играю душевные, как раз-таки я создал новый аккаунт душевный, где прокачивал бы сборную России, в прошлой части я тоже качал сборную России, но в моменте что-то запарился и бросил это дело, но японцев качал до последнего, Так что, друзья, присаживайтесь поудобнее, сегодня вам расскажу, чего я достиг за эти 40 часов на своем новом бездонатном аккаунте, хотя он уже не бездонатный стал спустя время, но все по порядку Ну и перед тем, друзья, как мы и продолжим, хочется напомнить вам о моих прекрасных друзьях из компании Vinline, которые поддерживают каждый мой видеоролик, респект им за это, у них также вы можете забрать прекраснейший бонус, который вы можете найти у меня в телеграм-канале, закрепленное сообщение, переходите и всем удачи Ну и конечно же, куда же без моего магазина PandaFX Store, где вы можете заказать себе монеты, FIFA Point, аккаунты, EFC, также бусты, если вы не хотите потеть, играть в эту прекрасную игру, то все это добро вы можете найти у меня в магазине, ссылочка будет в описании Собственно, вот так вот выглядел составчик в первоначальном виде, зашел на аккаунт, ну эти парни стоили копейки, мне там какой-то информкиксально упал, соответственно, сразу же удалось собрать атаку и полузащиту Собственно, в первую очередь, как понимаете, нужно было качать атаку, и я побежал сразу же вкачивать Чалова, там какие-то ерундовые эволюции были, ну так или иначе, хоть какой-то буст Потом прокачал его через еще одну эволюцию, и вот здесь вот, друзья, карточка уже преобразилась, посмотрите на эти статы Далее, друзья, у нас в игре была какое-то время доступная эволюция, которая апает пейс там то ли на 10, то ли на 20 пунктов, я точно не помню Собственно, Рома Нойштейтер идеально подходил для этой цели, потому что нужно было как можно быстрее этого парня ускорить, и вот через первую эволюцию пропустив, у него пейс стал 42 Ну, параллельно, естественно, я играл там какие-то матчи в Дивах, играл какие-то матчи в Рашах, вот такие вот отличные голы я за Чалова забивал В моменте я, конечно, охреневал от того, что забивает Чалов, вот так вот развлекались с Челом, у него две красные, у меня две красные, тут я чуть-чуть себя что-то закуся его забивал Спустя какое-то время я начал качать также Захаряна, пропустил Рому еще через одну эволюцию и уже пейс, друзья, 63 Нормально я его так разогнал, к сожалению, в этой части нет легенды молчана Скажу вам честно, друзья, Сафонов это тот еще фрукт, поэтому пришлось принять волевое решение Зайти к себе на сайт, задонатить монетки для того, чтобы прикупить себе Льва Ивановича Яшина Ну и естественно, друзья, мостового я тоже себе прикупил Ну что, потихонечку составчик у меня качался, Захарян, посмотрите, как на дриблинге R1 двигается в невероятной арене развития Блять, вот касаемо арены развития, я так заебался Если вы качали эволюцию под названием, что-то там с Гутей связано, это вообще забейте Это тяжелее, чем играть в дикенливу, мне кажется Там же хрен пойми, по какому принципу подбирается То есть, там ни по дивизионам, ни по скиллу, просто какой-то невероятный рандом Кстати, я чек-то такой финес очередной от Чалова Винрейт у меня был, наверное, 50-60%, кстати, очередной шедевр от Чалова У него реально финесы летят как золотые, я не знаю, с чем это связано Ну, возможно, связано с тем, что у него белые финесики есть Так, дальше, что у нас? Кузяева, прокачечка была небольшая на пасеке Самое главное, что он не ушел за пределы Сильвера, потом это будет очень важно Забавно, конечно, пока я качал свою сборную России, у меня встречались вот такие вот составы Которые тоже качали сборную России Чтобы вы понимали, я качал какого-то чела из какой-то там жопной лиги Я даже хз, кто это такой, Проничев Кто-нибудь знает, кто это, ребята, поясните Но, в любом случае, я подумал, что для будущих эволюций, может быть, они будут лишними Я его качнул в платной эволюции за полтос Теперь у него вот такие вот статы Параллельно я развлекался, собирал какие-то необычные составы Вместе с сборной России Допустим, вот Арнольда я для себя приметил Если вдруг не видели, на моем втором аккаунте есть нарезочка небольшая Я на Сафонова жаловался, но, посмотрите, что периодически меня пропускал Яшин Короче, со временем составчик у меня выглядел вот таким вот образом Гомоза, кстати, я вытащил в первой сборке на героя на этом аккаунте Докачал Аздоева Пока что это самая тяжелая эволюция для меня лично была Захаряна до 80-го прокачал Слева начал качать какого-то рандомного серба Я не знал, как с крайками поступить Потому что это довольно тяжелая ситуация была Ну, банально, нет никаких крайков в сборной России Конкретно в этой игре А играть в три защитника, это вообще забей Тут даже трех ЦЗшников не наберется И дальше происходит то, что я ненавижу больше всего Сидишь, потеешь, качаешь, блять, карточку И выходит новая эволюция Ты видишь, что эта карточка выглядит намного лучше, чем твоя предыдущая эволюция Которую ты качал тысячу лет Ну и что мне оставалось делать? Кфиксельнуть Захаряна Ну и так же поступить с Чаловым Про СФ, как говорится Да, игра настолько гениальная, что вы не можете иметь две карточки Одинаковые С разными эволюциями Что, блять, за бред? Electronic Arts Чалова, кстати, быстренько я прокачал Теперь он в 84-й стал Статы намного круче И респект яшников Его можно было качать абсолютно где угодно Ну, он как клал свои вот эти вот финесы Так и кладет, как будто они золотые Далее для Кузяева выходит какая-то невероятная эволюция С золотым плейстайлом на пасик Шикарно выглядит карточка Ну, посмотрите, какой красавец Ну, чтобы вы понимали уровень его пасов Смотрите Ох, как он разрезал всю оборону Ну и тут гомос на язычах забивает То есть пасы Кузяева Чувствуются примерно как пасы у Дебрюна У него есть вот этот вот теперь золотой невероятный талант Который вот так вот разрезает Я почему-то раньше думал, что скорпиона могут бить только чел У которых там 4-5 финтиков А тут вот со временем также прокачали еще раз Захаряна Но тут уже немножко сложнее было Просто рофельный момент, который никак не относится к этому выпуску Просто на чек, как отлетел Холланд Что за невероятная анимация в этой игре происходит Также хочу показать вам невероятный гол от Аздоева Вау Я вот такие вот угловые вообще редко забиваю Со временем также, друзья, прокачал Головина Теперь у него пейс 89 на фланге Кстати, на чек лонгшота Аздоева Кстати, на чек лонгшоты Кузяева Нормальный такой пауэршот залетел Бля, бедные футболисты Манчестер Сити, друзья Им приходится пешочком до стадиона ковылять вместе с фанатами Вышла новая топовая эволюция на ЛЗшника, друзья И я решил прокачать Хвостища Вот такой внезапно неожиданный выбор Кстати, тут на чек и пауэршот Чалова Опа, покрутился и на! У него белый пауэршот Но выглядит как золотой Собственно, мистер Костич прокачан Теперь у него 86 рейтинг А я вам еще не сказал, что я и Видича себе прикупил Да, в прошлом году я также линковал именно Видича Но он играл в Спартаке, в России И так плюс-минус можно связать его с Россией Ну и Костич для линка Ну и как минимум у него Днюха Тоже 1 ноября Так что Филипп Костич Филя мой, бро, можно сказать Ну и остатки в целом неплохо выглядят Так, ну еще Вот такой финальный составчик, друзья За 40 часов А если быть точнее, опять же, 43 часа Ну, пару слов про каждую карточку скажу Яшин стоит лучше, чем Сафонов Но иногда приколы выдает очень странные Опять обделили его какими-либо белыми талантами Хотя я могу найти там кучу футболистов Серебряных даже, у которых там куча белых перок Если я не понимаю, почему так получается Так, по защите, собственно, Видич, Костич, Рома Сколько там матчей за него уже отыграл? 70 матчей за этого гения отыграл По С-63 выглядит уже неплохо Надо будет как-нибудь прокачать и вот это вот Мампаси Справа Белдек Возможно, вы слышали его трагичную историю Так что получилось, что изначально я качал на позицию левого защитника Не Костича, а Младеновича Из греческой лиги Я смотрел, чекал игроков на ПЗ И я подумал, что почему бы нет Почему бы его не поставить, не прокачать Немножко прокачал Так вот сыгранность 33 у меня получается Но Младеновича я решил дальше не качать Когда понял, что можно качнуть Костича Ну и тут небольшой эрор произошел Короче, я не знаю, в дальнейшем может быть какая-нибудь эволюция выйдет Которая там, не знаю, из ПВшника может быть сделает ПЗшника Вот, допустим, вот этого чела сделать ПЗшником Захарян очень сильно нравится То есть дриблинг, скорость, прям хорошо двигается 33 матча отыграл За предыдущую эволюцию я там, наверное, еще 20-ку отыграл По сотке матчей набили у меня Аздоев плюс Кузяев Головин тоже отлично себя чувствует То есть вот эта эволюция прямо очень сильно ему на фланге помогла Царь и Бошик 21 матч, 10 плюс 20 Я в какой-то момент его там тоже продал для того, чтобы собрать кумира Что мне упало в кумире, вы спросите, друзья Ух, игрок вроде как вышел Физуха 80 Ни о чем мне говорят, защита 62 Тоже, ёп твою мать Пошел я нахуй Да Ну и Чалов Чалов отлично выглядит 35 матчей, 66 плюс 21 Я немножко читерил, скажу честно То есть я там доходил до Чекпоинта в шестом дивизионе И не выходил из него, чтобы полегче было качать эволюции Опять же, проделанная работа Я горжусь, ребята Сколько времени я потратил на это Опять же, я вам показал 40 часов Я немножко заебался Но это было весело Это было весело Естественно, развитие я продолжу В зависимости от того, что будет выходить в нашей игре Пока что ничего из оставшегося мне не подходит Ну и в целом, пойдемте сыграем каточку И немножко покажу вам геймплейчик с этим составом Реально, вот в такие моменты понимаешь, насколько же все-таки интересная игра Если вот закрыть глаза на мету На дрочево там в первом дивизионе Потение Просто я в моменте настолько перегорел Сидя в этом втором дивизионе Пытаясь выйти в первый Играя в эту сраную викинг-лигу Иногда хочется почилить Отдохнуть Развлечься чем-то Поставить себе какую-то цель И даже если я проигрывал Я понимал, что я играю в сборной России И в целом, как бы Ничего страшного То есть Проиграл этот матч Ну, увы, постараюсь выиграть другой Ну и в целом, как бы Пройдя столько времени Могу сказать, что состав, конечно, очень сильно преобразился И карточки чувствуют себя намного иначе Поэтому эволюция Это та тема, которая очень сильно меня привлекает Из года в год Как вы можете заметить Так, Захарян Блин, у него прикольная такая моделька Он вроде не маленький Но очень ловко двигается Посмотрите Что это такое? Охренеть У него просто какая-то космическая скорость получается Он еще на моторе Там дриблинг апается Что-то у меня в защите пока что Проблема Киешин Хорошо Ну и вот, блядь Главный бич этой игры Это невероятные отскоки, блядь Чел поденсил Попраздновал 3 часа Хорошо Постараемся Наказать Если получится Так, пока, друзья Ничего не получается Надо как-то в киберспортивную позу сесть Хорош Костич Так Ой, Захарян Хорошо как ушел Красава вообще Бля, как он носится Просто ебанутый парень Я помню, когда Первый раз играл Без эволюции Такая сраненья карта была И вот в этом есть определенная прелесть Когда ты изначально играешь бомжами И потом со временем чувствуешь Как твои карточки апаются Костич прокачал себе пасики Навесики И вот так вот, друзья Красава Костик Так, Головин Вот так вот И Чалов Найс Че, ты там праздновал, да? Ты там праздновал? Давай я тоже попраздную Ой, видишь Хорошо сожрал Ой, Захарян Ну тут пауэршот напрашивается Ебану Ребята Че за пауэршотеры У меня в команде Посмотрите, как хорошо летит Так, у меня опять Небольшой провальчик в защите Так, Рома Хорошо Ай, блядь Че я делаю? Двигаю Бля, ну это ж тупой соперник Ну нахуя в ближку двигаю? Я думал он по умному в ближку ударит, блядь Какая-то дрочка, пацаны, неприятная Три-два, блядь Держать? Ну пожалуйста, ребята Ну че вы делаете? Нахуй Так Чалов Найс, Чалов Кстати В прошлой эволюции у Чалова Было 4 звезды на финтах И 3 на слабой В этой же эволюции Все наоборот Давай, Чалов, беги Хорошо бежит И финесик Блядь Перекладина от Чалова Ё-моё Опять провал Опять провал Давай, Рома, подкат Ё-моё Повезло, что это не пенальти Нет Костич Хорошо Костич выиграл Блядь Отскакивает на ногу Нет Яшин Ну, блядь Ну вы посмотрите на эту залупу Ну опять Ну опять отскок на ногу Ну че ты забиваешь? На, нахуй Тебе с кикофной Сейчас закину На Хорош Че ты там праздновал, да? Давай тоже попразднуем И учи контрить кикофа Непосредственно Очень полезная тема Я тебя базарю Так, ну-ка Костик Хорошо на весь Я знаю, ты умеешь Блядь Не получилось Ну-ка Со второй попытки Ну-ка, видишь Да, блядь Потолкайся Сука На, подкат Ё-моё На, подкат Блядь Срубай просто в чистую И он тоже подкат делает На, нахуй Хорош, Рома Блядь Опять провал в защите Блядь Ну вот в защите Постоянно пиздец Пацаны Я не знаю, что мне делать Это просто пиздец 5-4, блядь Пробуем еще раз кикоф Ну а он не контрит Ну что за чел, блядь Сука Блядь Бедный чел 6-4, блядь Что за матч, нахуй Да, ёб твою мать Нет Нет Бля, ну это пиздец Ну вот что, блядь Нах А, то есть Мяч летел Прямо во вратаря И он такой Ай Увернусь Я как Нео из матрицы Ну это пиздец, блядь Ну что мне залетает Бля, мяч прям в него летит Я угадываю угол Мда 6-5 Как бы, блядь Не проебать еще Охуеть Бля, ну это будет пиздец Не смешно Блядь 84-я Сука Да, блядь, нет Ой, блядь Ой, блядь Повезло, я хотел сказать Блядь Так, все 89-й Давай, Головин Просто беги на фланг Ну не то, что я прям тяну Я так чисто Болл-рольчик сделаю Тут чуть-чуть Пройдусь Вот такой вот пас Вот так Захарян Все ГГ, пацаны Бля, пиздец Что за матч 7-5 Не, не, не Блядь Да что происходит Блядь Пиздец просто Короче, надо будет Над защитой немножко поработать Над тактикой именно А то какой-то проходной двор получается Ну че, Чалов лучший игрок матча у нас получается Да, 4 голешника забил Захарян 2 плюс 1 Видич асиста дал Когда он успел Кузяев 1 плюс 1 Костич 1 Мостовой 2 асиста Яшин худший игрок матча Да К сожалению, Яшина и в этой части Реализовали так себе Хочу вам сказать Опять же, он играет лучше, чем Сафонов Понятное дело Но Условно скажем Между Маньяном и Яшиным Как будто бы Маньян условный Даже лучше стоит Так, ну что, друзья Вот такой вот видеоролик получился 40 часов удовольствия Можно его так называть Касаемо остальных пацанов Тут сразу 50 тысяч миллионов Галкиперов Эволюции которых Пока что нет Я надеюсь, пока что Я надеюсь, что они додумаются Добавить эволюции на вратарей Чтобы можно было качнуть Там Ладыгина, Сафонова Вот этого типа Томас Томас Эндрюс Томас Трушный русский парень Сразу видно Короче, вратарей дохуя А еще вот этот вот тип есть То есть Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь вратарей Включая Яшина Вот этого Мампаси В перспективном будущем Можно качнуть Насчет вот этого типа Я не знаю Метр семьдесят два Опорник Хрен его знает Тут нужна какая-то жесткая эволюция С бронзы до золота А Больский Помните легенду Ромы На МКС там всех разъебал А последний матч Ромы видели Это просто что-то Невероятное Сумасшедшее было, друзья Таких матчей в жизни Я, наверное, еще не видел Я там чуть с ума не сошел К сожалению Без хэппиэнда Но самая главная цель Достигнута мы В шестом сезоне МФЛ И это главное Так, дальше Легенда прошлой части Герман Анукхан Я думаю, что Тоже какую-нибудь эволюцию Надо будет найти Блин, я думал Белого перка ему не дали Он там в прошлом сезоне Что-то Голов миллионно забивал Могли бы лучше потянуть В целом карточку ему апнули Но никакого белого таланта Ему не подогнали Ну, тоже буду ждать Какую-нибудь эволюцию На серебро И Люченко, может, кстати Тоже получит Какую-нибудь спешилку Пишите в комментариях Как вы себя развлекаете В этой прекрасной игре Занимаетесь ли вы эволюциями Если да То кидайте ваши составы Куда спросите вы Ко мне в телеграм Прямо под этот пост с видосом Буду смотреть Тоже оценивать ваши составы Ну и, собственно Вот, друзья Такой-то видеороль получился По большей части разговорный Надеюсь, в любом случае Он вам понравился Если понравился Оставьте лукосы Классные комментарии Первые 150 лайкну И, опять же, напоминаю 1 ноября У меня однюха Проходите ко мне на Twitch Вместе будем Встречать новое промо И открывать пакетики Вот Мне исполняется 33 года И почему бы Не отметить его В кругу Любимой игры И моей аудитории С вами был я, Пандос Фэкс Спасибо, что смотрите меня И всем хорошего настроения Чао-какао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok